Хаотичные застройки, автотранспорт и уничтожение крупных зеленых массивов. Причин загрязнения столичного воздуха, как оказалось, много. Сейчас Бишкек называют одними из самых загрязненных городов в мире. Деревья стало меньше, а в отопительный сезон ситуация достигает критической отметки. Для решения экологических вопросов столичными властями разработан план мероприятий. В частности, планируется создание экспертного совета. Коллегиальный орган будет отвечать за экологическую безопасность столицы и улучшение качества окружающей среды. Здесь у нас тоже возник этот вопрос, при ком создавать этот экологический совет. И мы решили, что пока мы не будем принимать решения, а сегодня мы посоветуемся со всеми присутствующими и решим, где это будет создать оптимальнее, на чьей площадке это будет создать оптимальнее. Нам абсолютно не важно, на чьей площадке это будет создано. Важно, чтобы этот экологический совет работал и чтобы были какие-то определенные результаты. Чтобы это не было мероприятие ради мероприятия, а чтобы это была именно та сессия, которая поможет конкретно решить вопрос озеленения города. 80% загрязнения, по словам специалистов, происходит из-за большого количества автотранспорта. Ежедневно в Бишкеке ездят порядка 500 тысяч машин. Но хуже всего, что все они старые и служат больше 20 лет. Как правило, уровень загрязнения ими выше, чем у новых авто. Переход на газовый транспорт – один из выходов – сократить вредный выброс в атмосферу. Другая же необходимая мера – контроль качества возимого топлива. Чтобы улучшить экологию в городе Бишкек, нужно нам перейти на новые стандарты качества топлива – это бензин и дизельное топливо, а также субсидировать тарифы на электричество и газ. Если мы этого не будем делать, к сожалению, другие меры нам не помогут. Ну, конечно, безусловно, еще нужно озеленять сам город, высаживать деревья, заниматься ирригацией, потому что без этого экология тоже не улучшится. Чтобы субсидировать тарифы на электричество и газ, правительство должно выделить для этого деньги. В городе Бишкек и вокруг города Бишкек, новостройки, которые есть, им нужно просубсидировать эти тарифы. На первый план, как способ борьбы с этим экологическим бедствием, выходит озеленение города. Но в этом году планируется посадка более 10 тысяч деревьев различных пород. Однако, по словам экоактивистов, вопрос озеленения для Бишкека непростой. В отличие от других городов, наша столица расположена в очень сложных климатических условиях. «Мы должны сегодня разработать ключевые моменты, по которым нам надо дальше работать. В частности, мы как экологи предлагаем рассмотреть вопрос оценки городского озеленения по критериям биомассы, рассмотреть вопрос ирригации, потому что без ирригации озеленение в городе практически невозможно, и рассмотреть вопросы создания стандартов озеленения городских территорий. Потому что нам необходимо озеленять территории не по декоративному, а именно по экологическому принципу». «С этого года начали сажать деревья более 10 тысяч, и сам лично глава города, уважаемый Аземий Левик, выезжал проверять именно материалы, качество саженца». И хотя экологи не первый год бьют тревогу, госорганы еще не выработали долгосрочные меры. Вся борьба с загрязнением пока сходится к единичным рейдам и штрафам за вредные выбросы. Тем временем власти обещают сократить общественный транспорт, усилить контроль над жилыми домами и банями, а также развивать зеленые зоны.